Здравствуйте! В эфире программа «Сарапул Вести». В ней вы узнаете о важном из жизни города. 26 января состоялась очередная сессия Сарапульской городской думы, на которой было рассмотрено 16 вопросов. В новой редакции предстал перед народными избранниками перечень муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрации города Сарапула. Также был принят ряд решений, связанных с отчуждением нежилых помещений и передачей муниципального имущества в безвозмездное пользование. В числе первых рассмотрены вопросы о внесении изменений в устав города и об утверждении правил благоустройства в новой редакции, второе чтение, которые ужесточат требования по соблюдению порядка и чистоты в городе Сарапуле. И тот, и другой вопросы были проработаны заранее на заседаниях всех постоянных депутатских комиссий. 1 февраля Сарапульской городской думе, как и всем представительным органам местной власти в России, исполнится 145 лет со дня основания. 2 февраля программа «Сарапул-Вести» покажет фрагменты документального фильма об истории становления и деятельности Сарапульской городской думы в разные эпохи. В Сарапульской детской городской больнице открыт кабинет охраны зрения, где оказывается квалифицированная офтальмологическая помощь детям. Первыми курс лечебно-профилактических мероприятий прошли воспитанники школы-интерната номер 19 города Сарапула для детей с ограниченными возможностями здоровья. Курс лечебно-профилактических мероприятий в новом кабинете охраны здоровья детей в январе был проведен первой группе детей, обучающимся школы-интерната с нарушениями зрения. Врачом-офтальмологом был проведен квалифицированный осмотр и назначено лечение, в том числе аппаратное. Кабинет занимается лечением детей с рожденной приобретенной патологией. Это дети с рожденной дальнозоркостью, с приобретенной школьной близорукостью, дети с катарактой, глаукомой. В общем, в основном дети от 0 до 18 с патологией хронической. Мы здесь занимаемся восстановлением зрения. В кабинете охраны зрения Сарапульской детской городской больницы детское население получает лечение на таких офтальмологических аппаратах, как аматос амблио для лечения амблиопии, макулостимулятор для лечения слабовидящих детей. С помощью аппарата «Каскад» проводится стимуляция цилиарной мышцы глаза. Кроме того, есть аппарат для снятия эмоционального напряжения. Мы здесь проверяем зрение, смотрим на аппаратах, затем проводим коррекцию и потом уже назначаем лечение. И потом мы их отслеживаем. Назначаем контрольный срок, когда ребенок должен у нас появиться. И контролируем прошедение лечения, и какой результат после лечения. Кабинет охраны зрения детей для обеспечения квалифицированной офтальмологической помощи детям в Сарапульской детской городской больнице был открыт на основании президентской программы «Дети России». Педагог нового стандарта. Каким он должен быть, показали участники второго тура конкурса «Педагог года Сарапула-2017». Прежде чем подготовить урок, учитель музыки из школы номер 2 Екатерина Геннадьевна Пермякова изучила потребности и интересы учащихся, учеников седьмого класса. Поэтому не случайно ею была выбрана тема любви. В седьмом классе это очень актуально, потому что дети уже такого возраста, когда появляется первая влюбленность. У кого-то разделенная, у кого-то счастливая, у кого-то несчастная, кто-то тихонечко дома делится своими мыслями в дневнике. И им очень стеснительно об этом говорить. Надо шагать в ногу со временем, надо знать психологию наших ребят, о чем они думают, чем они живут, чтобы находить с ними общий язык. Открытые уроки по разным школьным предметам проводились в Сарапуле на минувшей неделе в рамках второго тура конкурса профессионального мастерства «Педагог года Сарапула-2017», направленного на распространение опыта по преподаванию в новом стандарте. Обычно мы работаем самостоятельно, не в группах. Здесь мы работали в группах, это мне очень понравилось. Это наиболее интересно, потому что ты работаешь не одна, а совместно с кем-то. Также мне понравилось, когда мы сверяли наши ответы. У кого-то было верно, у кого-то неверно, и мы работали очень слаженно. Задания были интересными. Мне понравилось то, что ученики из другого класса передали нам привет, составили для нас задания, задания травесников. Это было ново, на обычных уроках математики такого не бывает. Было очень весело, мне понравилось, мы работали в группе. Редко такое бывает, и мне кажется, что было интересно, хотя вначале было как-то... мы запутались сначала, потому что мы редко так работаем. Мне очень понравился урок, особенно решать задачи и работать в группе. Урок мне понравился тем, что мы изучили новый признак делимости на семь, и много про него узнали. И урок был очень интересен в познании. Мы разделились на группы и делали разные задания. То есть все работали в коллективе, а не каждый отдельно отвечал. Все старались помочь и высказывали свое мнение. Знаний много получили на сегодняшнем уроке? Я считаю, много, потому что не каждый знает признак делимости на семь. Еще мы узнали, что есть признак здоровья. Курага, тернослив, изюм, орехи, мед, лимон. Если будем есть каждый день по ложке, то будем не прогуливать школу. Будем всегда здоровее. Второй тур направлен на уже практическую часть конкурса. Учителя показывают свой опыт работы в рамках внедрения новых стандартов. Именно наш лицей сегодня встречает учителей, гостей, участников номинации «Педагог нового стандарта». Сейчас многие образовательные учреждения вступили в эту стадию разработки и стадию внедрения. Мы должны научить ребят работать и учиться самостоятельно. Самостоятельно добывать знания, но опять же при правильном подходе учителя. И вот сегодня нам это наши участники и продемонстрировали. Ребята работали в группах, ребята работали в парах. Они сами, опять же при помощи учителя, определяли тему урока, целеполагание. И в конце урока приходили, конечно же, достигали результатов. По итогам второго этапа профессионального конкурса учителей, 34 педагога Сарапула прошли в следующий, третий этап. Участие в методической конференции с названием «Новые образовательные технологии», которая пройдёт в городском информационно-методическом центре 7 февраля. 27 января в Российской Федерации отмечается День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда. В этот день представители Совета ветеранов города Сарапула и Сарапульской городской думы поздравили с Днём воинской славы России и вручили подарок от местного отделения партии «Единая Россия» жительнице блокадного Ленинграда Сарапульчанке Мукаевой Аделии Сарычевне. И вот, значит, однажды стук в дверь. Ну, мы сначала спрятались. Мы немцы пришли. Кто пришёл, не знаем. Слышат, значит, голос. Вроде голос знакомый. Ага, спрашивают. Ну, говорят, там. Кто дома есть? Откройте дверь. Я подходила. Тут уж я вышла. Спрашиваю, кто там. Из-за двери папа говорит. Доченька, открой, это я. А кто ты? Ты узнала меня? Да, узнала. Кто? Папа. Так открой нам дверь. Не открою. Почему мама не велела? И так я ему дверь не открыла. И потом он уже у соседей, видимо, что-то там взял. И бах, и дверь домой. Ой, упала, выбили дверь и зашли. Вот 900 дней блокадного Ленинграда. Сегодня 27 февраля, января, день снятия блокады Ленинграда. Это великий праздник для нашей страны. Это патриотизм, героизм, который люди проявили в Ленинграде, защищая свою страну, защищая свой город, защищая свою родину. Это до сих пор вызывает восхищение у современников, вызывает огромное уважение у противников. И нам в этот день хочется вам пожелать добра, внимания родных и близких, здоровья и еще долгих лет жизни. В городе Сарапуле в минувшие выходные состоялись соревнования республиканского уровня по киоку-шинкай-карате. 29 января участники республиканских соревнований по киоку-шинкай-карате показали, как они владеют техникой, так называемыми ката, которые являются сущностью и основным методом обучения и представляют собой серии движений, состоящие из логически расположенной техники защиты и атаки в определенной установленной последовательности, которые необходимо выполнять совершенно и исключительно. Вид очень интересный, что он силовой вид. Киоку-шинкай-карате стоит особняком среди других видов единоборств вообще в мире, где, еще раз повторяю, удары наносятся в полную силу в соревновательной практике, то есть требуют к себе очень большой отдачи, физического воспитания, духовного. В соревнованиях, которые проходили минувшее воскресенье в спортивном зале в здании библиотеки имени Крупской, приняли участие дети и подростки в возрасте от 8 до 11 лет из разных городов и районов Удмуртии. Когда мы делаем ката, когда деремся и прескошаем. Мы занимаемся киоку-шинкай-карате, мы отрабатываем всякие удары, делаем ката и соревнуемся на соревнованиях. Я делаю ката, спаррингуюсь. Мы каждый год ездим в лагеря на острова и там занимаемся, бегаем вокруг. По результатам прошедших соревнований детям были вручены кубки, медали и присвоены соответствующие спортивные разряды. В разгаре рабочая спартакиада среди организаций, учреждений и предприятий города Сарапула. Одновременно с ней проходит спартакиада среди руководителей предприятий. В соревнованиях по стрельбе среди руководителей предприятий города Сарапула приняли участие 10 команд. Среди мужчин первое место занял Чикуров Михаил, представитель команды завода «Эликонт». Второе место – Зиньков Дмитрий, участник команды Сарапульского радиозавода. Третье место – Андрей Грахов из команды Сарапульского водоканала. Среди женщин золотую и серебряную награду в соревнованиях по пулевой стрельбе руководителей предприятий завоевали Назарова Татьяна и Рогозина Светлана, участницы команды открытого акционерного общества «Эликонт». Третье место заняла участница команды предприятий «Ижевский МАШ» Надежда Вострикова. Пулевая стрельба – это олимпийский вид спорта. То есть все должны стремиться быть олимпийскими чемпионами. И со второй стороны, значит, пулевая стрельба – это и прикладной вид спорта. То есть не нужно забывать, как нажимать на спусковой крючок, и не только на спортивных соревнованиях, но и в полевых, боевых условиях. Но и с другой стороны, вы знаете, что у нас Сарапул традициями по стрельбе имеют очень хорошее. У нас есть два чемпиона мира – Князев Евгений и Маргасов Валера. В общекомандном зачете на первом месте завод «Эликонт», на втором месте команда Сарапурского водоканала и на третьем команда Сарапурского электрогенераторного завода. На этом выпуск программы «Сарапул Вести» завершен. Впереди прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до следующего эфира и желаем побольше хороших вестей. Редактор субтитров А.Семкин